Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ. Вы смотрите программу сегодня в студии прямого эфира журналист Антон Хатиновский. Но ассортоперевод, как всегда, осуществляет мой коллега Даурен Абдрасилов. Прежде чем начать наш сегодняшний разговор с нашими сегодняшними гостями, а их у нас целых два, я напомню, телефон прямого эфира. Код города Талдыкурган 8-72-82. И, собственно говоря, сам номер телефона в городе Талдыкурган 40-01-09. Звоните, пожалуйста, подключайтесь к нашей беседе и задавайте свои вопросы. А я думаю, они у вас должны возникнуть по ходу беседы с нашими сегодняшними гостями. Итак, позвольте вам представить Рая Кабдималик Кзы, заместитель начальника управления по поддержанию государственного обвинения. И участием в апелляционной инстанции прокуратуры Алматинской области, заместитель начальника управления. И Сарсимбаев Толегазеевич, начальник отдела уголовного преследования прокуратуры города Талдыкурган. И, естественно, раз у нас люди в погонах, тем более представители прокуратуры, говорить мы будем не о цветах каких-то, а о настоящих уголовных делах и проблемах, связанных с ними. Ну, наверное, в первую очередь мы как мужчины предоставим право женщине, несмотря что женщина в погонах. И гендерное равенство у нас. Но, тем не менее, вперед пропустим женщину. Говорить мы сегодня будем о фонде компенсации потерпевшим и о законе. Признаться, Рая, мне пришлось вот таким понятием столкнуться впервые. Расскажите, пожалуйста, когда был принят такой закон, для чего он создан и каковы его цели? Здравствуйте. Закон о фонде компенсация потерпевшим действует около четырех лет. Принят он был 10 января 2018 года. Введен в действие с 1 июля 2018 года. Два года проводилась работа по пополнению данного фонда. Около двух лет уже идут выплаты компенсации. То есть с 1 июля 2020 года идут выплаты компенсации. Фонд компенсации потерпевшим создан для оказания материальной помощи жертвам преступления. Его цель поддержать граждан материально пострадавших от преступлений, в том числе лиц, которые не получили возмещение ущерба в случаях, когда преступление не раскрыто, либо виновный лиц он их скрывается от правосудия. Основными источниками фонда являются принудительные платежи, взыскиваемые приговором суда. Также деньги взысканные в порядке регрессных требований. Фонд пополняется также за счет сумм взыскания наложенных судом за процессуальные нарушения. Также удерживаемых сосужденных, отбывающих наказание в виде исправительных работ. Вот основная цель создания данного фонда. Понятно, что следующий вопрос возникает. А кто вправе претендовать на вот такие выплаты данного фонда? Получателями такой помощи являются несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими по преступлениям, связанным с сексуальным насилием. Также являющие потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми, с пытками. Также потерпевшие, кому причинен тяжкий вред здоровью, в том числе зараженные ВИЧ. Также имеют право законные представители в случае смерти потерпевшего. Ну, соответственно, вот вы в самом начале своего выступления сказали о том, что существуют принудительные платежи, которые взыскиваются от виновных лиц. Вот вопрос теперь в их размере. Насколько размер их большой, вот этих вот выплат, именно принудительного характера? Принудительные платежи взыскиваются приговорами судов. За уголовные проступки она составляет 5 месячных расчетных показателей. За преступления небольшой тяжести 10 месячных расчетных показателей. За преступления средней тяжести 15 месячных расчетных показателей. За совершение тяжких преступлений 20 месячных расчетных показателей. И за совершение особо тяжких преступлений составляет 30 месячных расчетных показателей. — А вот скажите, пожалуйста, понятно, что возникает вопрос, что кто-то захотел получить выплаты такого рода. В какие органы необходимо обратиться, чтобы действительно стать обладателем вот таких вот сумм, которые вы назвали? — Да. Для этого лицо, признанное потерпевшим, он должен обратиться в орган уголовного преследования, где расследовалось данное уголовное дело. Обратиться он должен с заявлением. Руководитель данного органа принимает решение о назначении либо отказе назначения компенсации. Это занимает 10 календарных дней с момента регистрации данного заявления. Потерпевший, который обратился, он должен приложить документы, то есть копию удостоверения личности, банковский счет, сведения о банковском счете. Также он должен приложить подтверждающие документы о причинении вреда здоровью. В случае смерти потерпевшего, они должны приложить копию свидетельства о смерти. И самое главное, он должен приобщить документы о постановлении о признании его потерпевшим органом, ведущим уголовный процесс. Это обязательно. То есть любой гражданин после признания его потерпевшим в статусе потерпевшего, он может обратиться с данным заявлением в этот государственный орган. Теперь я вот ранее сказала, кто может претендовать. Только это круг этих лиц только может обратиться в данный орган с указанным заявлением. В обратном случае они получат отказ назначения компенсации. А скажите, пожалуйста, взыскивается ли принудительный платеж с виновного лица, когда по делу нет потерпевшего, но при полном или частном возмещении ущерба, при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, в том числе и в связи с примирением сторон? Принудительный платеж взыскивается в обязательном порядке со всех осужденных приговором суда. То есть, получается, независимо от того, что по делу он, есть ли по делу потерпевший, возмещен ли ущерб, независимо от этого, с каждого осужденного приговором суда он взыскивается принудительный платеж. Размеры я уже ранее сказала. Теперь, получается, если прекращено было уголовного последовательного в форме постановления, то в данном случае принудительный платеж не взыскивается. То есть, это имеется в виду с запримирением сторон, если мы помирились? Если, да, вынесено было постановление, то в данном случае принудительный платеж не взыскивается. Но если внесением приговора заканчивается дело, то в любом случае с осужденным взыскиваются принудительные платежи. И все эти платежи идут как раз-таки вот в этот фонд? Основными источниками данного фонда являются принудительные платежи по приговору суда. Скажите, пожалуйста, каким образом взыскивается принудительный платеж при совершении уголовного правонарушения группой лиц или же при совершении нескольких уголовных правонарушений одним лицом? Как человек в данном случае оплачивает? Либо вот эта группа, вся лиц оплачивает, либо один человек за каждое совершенное уголовное свое преступление оплачивает по 10 или по 15 МРП? Нет, здесь получается, если уголовное правонарушение совершается группой лиц, то с каждого виновного лица отдельно взыскивается принудительный платеж. И наоборот, если одним лицом совершается несколько правонарушений, допустим, уголовное правонарушение категории средней тяжести, либо тяжкой категории, то за наиболее тяжкое преступление взыскивается принудительный платеж. То есть человек отвечает только за более тяжкое преступление совершенное им. Если преступление меньше тяжести, совершил несколько преступлений, то... При совокупности преступлений взыскивается за наиболее тяжкое преступление. Все понятно. А скажите, пожалуйста, понятно, что сейчас возникает такой вопрос у меня, вот сколько заявлений поступило фактически и сколько им потерпевшим уже выплачена такая компенсация и насколько активны наши граждане в своем желании получить, скажем, не только удовлетвориться тем, что преступника поймали, наказали, но и получить какую-то компенсацию. В истекшем году 7 потерпевших обратились с заявлением о назначении компенсации и им выплачена сумма более 1 миллиона тенге. За прошлый год, за 2021 год, 27 потерпевших получили около 4 миллиона тенге в виде компенсации. Работа в данном направлении проводится. Праворазъяснительная работа также проводится. Органы уголовного преследования разъясняют права потерпевшим. Когда их признают постановлением в качестве потерпевшего, они обязательно разъясняют право о назначении компенсации. Ну, конечно же, именно по данной категории дел, которую я вот назвала. И, естественно, это по желанию человека. Хочет он получить компенсацию или нет? Ну, да. Хорошо. Спасибо вам, Рая, за то, что вы рассказали нам. Я думаю, что люди, которые услышали сейчас нас и были признаны по каким-либо делам потерпевшими, обратятся за такими выплатами. Еще один вопрос, извиняюсь. Срок обращений сколько составляет? Через сколько человек может максимально обратиться? Срок давности обращений составляет 3 года. В случае пропуска срока он обращается в суд на восстановление пропущенного срока. Конечно, должны быть уважительные причины, почему он пропустил данный срок. Что ж, спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира, код города Талдыкуган 8-72-82. Собственно говоря, сам номер телефона 40-0109. Звоните, пожалуйста, подключайтесь к нашей беседе и задавайте свои вопросы. Следующий вопрос, который мы будем обсуждать с начальником отдела уголовного преследования прокуратуры города Талдыкугана, младшим советником юстиции Сарсимбаевым Талюгали Талюгазевичем, касается самой злободневной темы последних двух лет. Но не заболеваемости, а другой болезни, которая появилась у нас в обществе, излишнего доверия ко всякого рода интернет-сайтам и мошенникам. Скажите, пожалуйста, Талюгали, сегодня очень актуальна эта проблема мошенничества. Как вы прокомментируете нынешнюю ситуацию? Из чего она сложилась? Как так получилось, что мы теперь становимся практически, можем стать практически ежедневно жертвами каких-либо интернет-мошенников? Благодарю за приглашение, в первую очередь. Это очень актуальный вопрос. Не только в целом по республике, но и наш город к этому относится. В текущем году уже зарегистрировано более 300 уголовных правонарушений по фактам мошенничества, из которых основная доля – это интернет-мошенничество. То есть какие меры нами в данном направлении вообще проводятся? Чтобы исключить данные факты, нами неоднократно в прошлом году, даже если отметить, проводились совещания с участием местных исполнительных органов, местной полицейской службы, даже банков второго уровня по приглашению, где нами были разобраны вопросы актуальные и пути их разрешения. Вследствие чего в текущем году даже у нас отмечается снижение данного преступления, категории преступлений на 12,5%. Основная доля – это, получается, как люди обращаются, вынуждены отбивать пороги правоохранительных органов вследствие того, что они доверяются мошенникам. Получается, есть даже пословица, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Получается, они доверяются тем же объявлениям в социальных сетях, звонят, направляют денежность лица. В последующем данные злоумышленники их обманывают и скрываются. И в данном направлении, каким миром нами приняты? Есть билборды, установленные по городу Талдукурган, есть брошюры, есть бегущая строка, средства массовой информации, есть перестерегающие сведения и тому подобное. Вот это направление нашей работы и в дальнейшем и продолжается. Все в совокупе привело к значительному снижению данных преступлений. То есть в профилактике данных преступлений вы все-таки делаете ставку на разъяснительную работу? Да, так точно, разъяснительную работу проводим, поскольку если даже, как показал анализ, основная часть вот этих потерпевших, граждан наших, они эвалируются от возраста от 20 до пенсионного возраста. Основная масса это пенсионного возраста люди, которые в первую очередь доверяются этим лицам, которые им звонят, представляются сотрудниками банка и так далее. Правоохранительные службы. Скажите, насколько сложно раскрывать подобные преступления? В данном случае даже в Министерстве внутренних дел есть специальное управление департаментом, у нас есть управление отделка, где именно разрабатывают выработка. Есть свой алгоритм действий, по которым по горячим следам приходится устанавливать, куда денежные средства были перечислены, с какого абонентского номера звонили, в дальнейшем местонахождении. Основная часть, у нас оперативные, основная часть за рубеж уходит в Россию, в Украину, в Белоруссию, в денежные средства вот такое было уходит. То есть получается наших граждан обманывают даже не наши граждане, а иностранцы. Не наши граждане, иностранные граждане. Замечательно. Просто замечательно, когда деньги уходят в другую страну. Скажите, пожалуйста, может быть есть какие-то изъяны в нашем законодательстве, которые позволяют совершать подобного рода преступления, и можно ли принять какое-то изменение законодательства, чтобы как-то отпугнуть таких любителей легких денег? В целом, уголовный кодекс, в принципе, он соответствует предъявляемым требованиям, поскольку даже этот рост, когда у нас был замечен в период пандемии, основная масса доли всех этих преступлений, они совершены, когда люди удаленно дома находились, получается доверяли людям, возможности не было выходить. В данном случае даже в уголовном кодексе прописано отдельный коварищующий признак с использованием интернет-ресурсов, то есть непосредственно касательно интернет-мошенничества. И в данном статье даже усилена уголовная ответственность за совершение таких правонарушений. То есть, получается, за время пандемии кто-то только освоил компьютер, а кто-то уже начал пользоваться, скажем так, грубым словом, по-взрослому, поняв, что из этого можно извлекать личную выгоду. Я напомню, номер телефона прямого эфира программы сегодня, код города Талдыкурган 87282, и, собственно говоря, сам номер телефона в городе Талдыкурган 40 0109. Звоните, пожалуйста, подключайтесь к нашей беседе. Понятно, что к интернет-мошенникам подключаются всевозможные финансовые пирамиды, которые создаются также в интернет-пространстве с призывами «Хочешь быстро заработать, перечисли мне 20 тысяч, завтра получишь 200, а может быть и миллион, если повезет». Может ли прокуратура проводить какие-либо превентивные меры по тем же самым финансовым пирамидам, или просто необходимо здесь, как рыбак, закинуть удочку и ждать, когда же кто-то клюнет, когда появятся потерпевшие? Те же, вы правильно указали, финансовые пирамиды. В уголовном кодексе предусмотрена отдельная статья, это создание организации финансовыми пирамидами, предусмотрена 10.17 статья уголовного кодекса Республика Астан. В данном случае граждане тоже повержены к этому. То есть они доверяют людям, ходят туда, объясняют им схемы, как получить выгоду. Как я уже говорил в пословице, бесплатно бывают только мышеловки, то есть они зовут других людей. Далеко не надо ходить, есть пример по городу Талдукурган. Мы сами, как прокурор, возбудили прокуратуру города уголовного дела по компании Кьюнет. В настоящий момент уже состоялись два винительного приговора, два лица уже осуждены к лишению свободы и также находятся в рассмотрении у нас дела, судя также в отношении сотрудников Кьюнет и также проводятся досудебные расследования. То есть в этом направлении мы, чтобы не допустить, чтобы наши граждане стали жертвами мошенников, мы проводим определенную работу в этом части. То есть даже, как вы отметили, есть агентство финансового мониторинга. В настоящий момент, как всем нам известно, в средствах массовой информации мелькают тоже кое-какие статьи, где в разных частях области республики у нас выявляют уже такие, путем мониторинга и анализов выявляют такие уголовные правонарушения по отношению этих организаторов именно финансового пирамиды. То есть работа в данном направлении ведется не только со стороны прокуратуры, так и правоохранительным блоком, то есть это и департаментом полиции, и финансовым мониторингом, агентствами. Скажите, о каких суммах вообще идет речь? Суммы валируются небольшие, поскольку даже если примеру даже привести Кьюнет, для того, чтобы эти лица были зарегистрированы, получили какую-то там выгоду, они уже, если не ошибаюсь, где-то миллион тенге входной взнос был. Это посчитать только один гражданин. А дальше суммы валировались, и таких граждан, потерпевших, могло стать и 500, и больше. Можно там уже. То есть, насколько я понял, у вас сейчас тоже сложившаяся ситуация заставила прокуроров уже перейти в интернет-пространство и заниматься именно поиском преступников, именно там, в киберпреступности. Да, мы тоже анализируем свои части, смотрим, какие у нас, как говорил уже, 300 уголовных дел есть, мы их ежемесячно анализируем, проводим анализы, изучаем законы, какие следственные действия в настоящий момент проведены, какие оперативные следственные действия проведены, по установке тех и на иных лиц для привлечения. Как вы все знаете, у нас сейчас трехзвенная модель уголовного суда производства, соответственно, все ключевые моменты, они согласовываются только с прокурором, то есть, и квалификация, подозреваемые, это все через нас проходит. То есть, чтобы невиновных людей, так скажем, чтобы не ввели в уголовный процесс, мы законы все время анализируем, смотрим, изучаем дела вот эти, которые находятся в производстве, непосредственно органы. Скажите, пожалуйста, вот в связи со всем вышесказанным возникает вопрос, а как же все-таки обезопасить себя от подобных действий мошенников? Самое главное, это бдительность самих граждан, чтобы они не поддавались. Сколько, вот я уже повторился, слайдов, билбордов было, где было указано, не говорить своих персональных данных, не говорить о своих счетах, какие имеются, удостоверение никому не отдавать. Даже были такой, вам могу пример привести, человек, гражданин, потерял удостоверение, в последующем, через определенное время, и узнал о том, что у него микрокредитная организация уже оформили кредит, к примеру. Вот такие моменты у нас, примеров много, где люди просто так могут быть вовлечены в орбиту уголовного преследования и отбивать пороги. Скажите, пожалуйста, ну я так понимаю, что вы сталкивались еще и со старыми добрыми мошенниками, которые работали с глазу на глаз. С кем все-таки сложнее работать? Конечно, с контактами людьми работать, конечно, легче, потому что удаленно это надо определенные следственные действия провести, установить IP-адреса, откуда перечислялись, куда начисляли, сняли откуда. Есть понятие окончания места совершения, где оно было совершено, где было окончено, чтобы образовался состав уголовного правонарушения. В этой связи с контактами, конечно, легче, но в связи с пандемией контакт как таковой остался в оффлайне, как говорится. Понятненько. Вот еще один вопрос у меня возник. Многие люди, которые обманули наших граждан, находятся за рубежом. За рубежом. Как происходит именно наказание этих граждан? Понятно, что вы установили человека, а он сидит там рукой где-то, машет себе с Америки и говорит, ребята, до свидания, я не ваше рюкзикции. Я вас понял. Есть понятие доказывания вины. Даже если мы направили, отдельное поручение направляется не нашим, даже если органам, управление полиции тоже нам направляется отдельное поручение по установлению тех иных лиц. Но без допроса, без установления, без доставления к нам, без определенных следственных действий, нам надо еще доказать вину, это действительно ли он взял, либо ли же третье лицо, используя его IP-адреса и другие методы, приобрел, похитил имущество наших граждан. То есть все достаточно сложно. Да, надо доказывать. Что ж, спасибо вам за интересную беседу. Я вижу, что вы немножко заскучали. Рая, у вас есть возможность такая назвать контактные номера телефонов, куда могут обратиться граждане, которые, скажем так, еще у которых не вышел срок вот этот трехлетней давности со дня, возможности получить выплаты. Назовите, пожалуйста, ваши контакты, куда могут обратиться граждане. Я хочу сказать, что в завершении, при получении выплаты из фонда, пострадавшее лицо не лишается возможности взыскать с виновного лица ущерб в полном объеме. То есть из фонда назначила компенсацию, получил компенсацию, но это не значит, что он в дальнейшем не может получить полное возмещение ущерба с виновного лица. Поэтому граждане лица, признанные потерпевшими по этим категориям лиц, они должны обратиться в органы уголовного преследования, где расследовано уголовное дело, и обратиться с заявлением о назначении компенсации. Спасибо. Ну и вы можете, в свою очередь, Толео Гали, назвать номера телефонов, по которым могут обратиться к вам граждане, которых обидели интернет-мошенники. Всем это известно. Надо звонить в 102, дальше указывать. Желательно, чтобы наши граждане не попадали под уловки мошенников. Будьте бдительны, никому не давайте свои персональные данные, не заходите в сомнительные сайты, смотрите, убеждайте, что то, что объявление, это действительно есть, как таковым и быть, поскольку, как я уже говорил, люди ищут выгоду, они, если аналогичный товар там и стоит, они ищут на полцены меньше, соответственно, это уже уловки, попадают под удочку своих же этих мошенников. Ну что ж, спасибо вам, что вы смогли, несмотря на свою занятость, прийти к нам в студию прямой эфира, ответить на наши вопросы и провести разъяснительную работу по самым актуальным, на мой взгляд, сейчас с вопросом. В свою очередь, хотелось бы вам пожелать успехов в вашей службе, продвижению, дальнейших звезд. Ну а нашим телезрителям, чтобы были более внимательны, ведь, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, поэтому не вступайте в сомнительные сделки и следите, пожалуйста, внимательно за законностью всех своих действий. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова